Ну что, друзья, всем привет! Хочу вам показать сад после распаковки. У нас были кратковременные заморозки. Опустилась температура до минус 20. У нас седьмая климатическая зона. Очень много южных растений в саду. Вот хочу вам показать, как они себя чувствуют после такого понижения температур. Как они перезимовали. Вот эти заморозки. Это Элиагнус, сорт Гилд Эдж. Ну, да, немножечко, мне кажется, все-таки вот некоторые листочки пострадали. Но, я думаю, он восстановится. Он был закрыт каркасом, сверху на нем были коробки, теплая подстилка от качелей. В общем, мы были не очень готовы, поэтому укрывала всеми подручными средствами. Это бересклет, форчина, эмиральд, гаеты. Вот в этом уголке сада, здесь закрыто все такими камушевыми матами. И он даже не поменял на зимнюю практически окраску. Вот один у нас только розовый листик. Все остальные белые. Здесь жимолость варегата, очень красивая. Потом покажу, когда распустятся листики. Ларапиталум, дерево шелковых лент. Очень-очень красивый куст. Такие темные листья. Вот он весь на бутонах стоит. Он южанин, поэтому эти морозы 4 дня буквально он перенес в доме. И опять мы его вынесли, потому что у нас средние температуры плюсовые. В общем, готов цвести. Просто красавец. Завидую, у кого он растет в грунте. Приходится какадочное выращивать. Здесь глициния. И вот моя красавица Аукуба. Японская кротанифолия. Вот смотрите, как она себя чувствует. В справочниках дается разная информация по ее морозоустойчивости. Где-то стоит минус 5, минус 12 находила. И в садовом центре, в котором мы ее купили, у нее стоит минус 24. Ну вот было кратковременно минус 20. И она перезимовала. Посмотрим дальше, как она будет себя чувствовать. Золотое дерево ее еще называют. Такая красивая у нее варигатность. Очень яркая. На юге рекомендуют тень. Потому что подгорают листики. Вот она у меня здесь в тени. От террасы. Очень красивое растение. Если условия для нее благоприятные, она может и до 3 метров вырасти. Но мы ей тут позволим. Но в нашем климате, говорят, 1,82 метра это ее предел. Но наблюдаем дальше. Красавица. Просто обожаю ее. У нее, когда опускается температура ниже нуля, листья темнеет и опускаются вот так вниз вдоль ствола. Первый раз я испугалась. Думала, что все, потеряла растение. А потом солнышко пригревает, и они поднимаются. Вот такая красотка. Кипарисовик. Безымянный пока. Покупала в Леруа Мерлен. Давно еще не так увлекалась садом, когда мы сюда переезжали, посадили. Вот он развивается, растет. Посмотрим, что за сорт, когда будет уже более взрослое растение. Пока не знаю. Здесь у меня падок. Красавец, варигатный. Но ему, честно говоря, темновато. У него не проявляется в полной степени варигатность, такая желтая. Но я подстраховалась от нашего южного солнца. Перенес мороз прекрасно. Дюйхера под снегом. Красивая такая. И вот мои криптомерии. Красавица. Очень переживала за них, потому что молодая посадка в августе. Это глобоза нано. Криптомерия или японский кедр. Вот такие красивые. У нее ярко-зеленые листики. Ой, а такая. Во взрослом размере должна около двух метров быть. Компактный шарик, медленно растущий. И вот криптомерия японская, серама. Очень красивая. Напоминает строением веток крестату. Я не нашла про нее информацию. Но заявлено было в садовом центре как карликовое растение. Очень интересное. Вот такие у нее фрагменты, сегменты хвои. Посмотрите, ну просто красавица. Какие-то кораллы. Очень красивая тоже была под каркасом. Сверху укрыта тканью. И на всякий случай еще сверху укрыла простыню. Совсем испугалась и закрывала все, что можно было. Вот она, вереск. Сосно-черная гринтауэр. Тоже прошлого года посадка. Молодой саженец. Очень красивая. Набитая. Это у меня кипарисовик. Черемен. Такие красивые у него хвоинки. Карликовый кипарисовик, медленно растущий. У нас на юге тоже лучше полутень. В общем, здесь у меня как раз такая зона. Это магония. Редкий сорт. Красивая. В прошлом году были синие ягодки. Купила я уже с ними. В этом году зацвела, но еще не заложила, сбросила цветочки. Вторая зима у магонии у моей. Плющ. Здесь у меня штамбовый барбарис, закрытый сеткой, потому что коты повадились когти точить. Это Неваки. Я сама выстригла. Это можжевельник Минджулюб. Вот такой красавец. Подстригла я Неваки в феврале прошлого года. Вот ему год. За год он довольно неплохо обросли. Шапочки. Я думала, будет дольше. Обрастать. Здесь юбка. Здесь у меня азалия японская панда. Тоже зимовало сейчас эти морозы под каркасом. Так как мы на юге, у нас качели температурные. Вчера было плюс 14 на солнце, а позавчера ночью минус 20. Поэтому каркасы снимаю, ставлю. В общем, в зависимости от температуры. Посадила я ее в прошлом году весной, в апреле. Она у меня цвела. И я очень рада, она заложила цветочные бутоны. Так что я жду цветения. Здесь такой очень интересный вереск. Красивый, перезимовал этот мороз. Посмотрим, что будет дальше. Вот такой вот тоже карликовый кипарисовик. Тедибир. Такая красивая хвоя у него. Плотные очень веточки такие. Интересные вещи от полтора на полтора. Здесь самшитик. В контейнере растет у меня и такой интересный плющик. Плющик тоже выдержал мороз. Мороз кратковременный, конечно. Поэтому это спасает. А вот это криптомерия японская расен. Должно быть довольно крупное растение. Вот посмотрите, какие у нее красивые. Такие по спирали закрученные иголочки. Очень красивая. Вот здесь у нас есть такая петелька со стволом. Интересное растение. Посадила я его в полутень. Здесь у меня утреннее солнце до часу. А потом тень от террасы. Здесь магнолия суланджа. Она заложила в этом году цветочные почки. Так что весной будет цветение. Обязательно покажу. Красавица. Здесь на перголе у меня растет клематис. Княжек розовый. Третья группа обрезки. Но не обрезала его сейчас, чтобы от ветра закрыть все-таки криптомерию. А с этой стороны у меня глициния. И вот я посадила маленькую такую розовую жимолость. Очень красивая розовая с желтым. Здесь елочка глаукоглобоза. Елочка красавица. Я ее не стригу. Хочу, чтобы она приняла со временем такую неправильную, но конусовидную форму. Такая очень-очень голубая хвоя. У нее туго набитые веточки. Красавица. Этой елочке 5 лет. Если я не ошибаюсь, покупала я ее или Ц3, или Ц5 размером. Малышка была. Покупала на выставке в Ростове-на-Дону. Еще не было столько известных для меня растений. Здесь моя лещина. Red Majestic. Кучерявая, змеевидная форма. Вся в сережках. Красивая. Зимой украшает сад. Очень достойно. Вот такие завитушки у нее. Красивые. Заворачиваются. Листья тоже такие гофрированные. Красотка. Так, сейчас мы посмотрим. Это у нас гортензия, сильвер-доллар. Вот здесь у меня берючина, аурея. Очень яркие у нее сейчас листики красивые. Можжевельный китайский варигато. А вот здесь у нас стоечка Саграда. Темно у нас очень пасмурно сегодня. Не лучшее освещение для съемки. Ну, покажу все равно. Это филиформис. Тоже маленькая. В прошлом году посадила. Вот так у нас зашли ирисы. Луковичные ирисы сиреневые. Очень красивые. Вот так мы зимуем. Из снега сейчас. И наш кипарис аризонский хастегиата. Перед этим покажу вам туи Деградспайер. Две туи. Такие врата в сад. Ускоколоновидные. За ними у меня кипарисовик нутканский. Красавец. Здесь такой плакучий уголок. Вот это закутанное у меня зимует лагерстремия. Вот посмотрим, как мы себя покажем. Нет, цвела. Зеленый лист. Посадила, чтобы прикрывал ее нутканец от ветра. От холода. Вот здесь под горшочком карликовая лагерстремия. Цвела очень обильно. Высота 20 сантиметров. Просто красавица. Здесь у нас окракованушка маленькая под снегом. Так. Здесь у меня растет можжевельник Хорцман. Сзади посадила очень густо для пересадки. Будет здесь живая изгородь. Из кипарисовика в Лавсена. Здесь у меня Колумнарисы, Ректаореа, Памберли Блю. И еще один четвертый, надо посмотреть, не помню сорт, потому что буду, скорее всего, убирать абрикосу и буду их расширять. А вот здесь вот гептокодиум. Посмотрим, вот так прикрыла его. Но почки живые. Подойдем к нашему кипарису аризонскому. Моя любовь садовая. Посмотрите, какая хвоя у него многогранная. Голубая, с какими-то белыми вкраплениями. Вот такие красивые шишки. Очень красивое растение. Ну, такое, я вам хочу сказать, оно будет немаленькое. Я бы сказала, довольно крупное. Но оно очень пластичное. Можно задавать форму, стричь, прищипывать. Ну, в общем, будем экспериментировать с ним. Ну, вообще, за него, говорят, до минус 30. Но я побоялась. Тоже летом посадила его в июле. И на вот этот заморозок я его просто вообще под одеяльником замотала. Сейчас сняла, все прекрасно. У нас просто берег реки, очень сильные ветра. И мы защищаемся от ветра больше, чем от мороза. Скумпия Янкледи. А вот это тучка с матлик. Очень красивая хвоя. Она сейчас в зимнем цвете. Камера не передает. Она такая бронзовая, очень красивая. А здесь у нас пергола наша. Такой центр сада. Здесь вергата. Еще раз повторю, сад очень молодой. Творение сада – это непрерывный процесс. Что-то пересаживается, что-то заполняется. Вот такой должен получиться у меня хвойный плакучий уголок. Внутканец, бергата. Со временем у них начнут смыкаться веточки. Это будет красиво. И хорстман. Елочка-коника. А вот фатиния. Посадила летом. Сорт конкретный не знаю. Обещали карликовая, как поросль должна расти. Но зимовала тоже под коробкой сейчас вот этот мороз. У нее заявленная морозостойкость – минус 12. Но минус 20 мы перенесли. Красивый цвет очень. Мне кажется, чувствует себя прекрасно. Здесь у меня гибискус. Дюк де Брабанд. Молодая посадка. Должен мне прикрыть мой бук от палящего солнца с этой стороны. Бук триколор. Здесь березка у нас. Трос дворф. Посаженная в контейнер. Большой. Это очень карликовый вид березки. Такая альтернатива японскому клену. Красивые веточки. И чтобы любоваться и наслаждаться, я решила ее посадить вот рядом с зоной отдыха в такой контейнер. Оно, конечно, в контейнере ухаживать немножечко тяжелее. Но будем пробовать. Они тенеглазки цветут. С этой стороны ленкаранская акация. Вот она должна у меня стать таким большим зонтом. Здесь накрыть перголу. С этой стороны будет бук, гибискус. Бук триколор. Очень красивое растение. Но немножечко не нашей климатической зоны. Поэтому тут даже пергола была построена, чтобы спасти его от солнца, от нашего. Он совершенно не любит палящие лучи. Любит утреннее такое теплое солнышко. И потом с этой стороны ленкаранская акация. Потом кипарис, который очень любит наше солнце. Должны дать ему тень. С этой стороны пергола, как я уже говорила, у меня растут гибискусы сирийские. Это сиреневые. С красной серединкой. И второй, вот помоложе куст, но тоже обильно цвел, белый. С бордовой серединкой. Не махровые. Кипарисовик голдрайдер. Ёлочка-коника. Бересклет. Форчина. Эмиральд Гаете. Здесь порозовел, здесь холодно. И вот он, мой красавец. Кедр. Ливанский Глаука Пендела. Он сюда посажен, будет заводиться, строится под него каркас. Он будет такой аркой, вратами над дорожкой. Ну, надеюсь, все у меня получится. Сзади ивушка Хакура-нишики. Думаю, я ее пересажу. Еще не решила, куда, потому что кедру будет тесновато. Ёлочка-нидеформис. Здесь такой лесной уголок. Ёлочка-велцверк. Сзади у меня кипарисовик Ивон. Вигела. Пересаженная осенью. Ред. Принц красная. Здесь красивый барбарис Ред Чиф. Здесь линкаранская акация. Саммер шоколад. Летний шоколад. У нее очень похож цвет листа на скумпию. Краснолистный Royal Purple. Очень красивая. Должна таким большим зонтом тут вырасти мне. И закрыть елочки. Вот мой лесной уголок. Елочка Энгельмана. Бушлейс. Елочка Энгельмана. Снейк. Красивая такая очень. За ней у меня здесь растет, зимует Магнолия. Вечно зеленая. Грандифлора, по-моему, называется. И вот здесь наш красавец. Можжевельник Скальный Монглоу. Елочка голубая. Я ее прищипнула. Она очень активно отозвалась. Заложила много спящих почек. Посмотрим, как мы будем себя вести. Здесь елочка Эйзелифастигиата. Они должны сомкнуться. И такая у меня получится должна голубая живая изгородь, как комната. И здесь, в нижний ярус, это можжевельники Лаймглоу. Посмотрите, какой окрас хвои зимой. Очень красивый гималайский кедр. И вот он, второй Лаймглоу. Только задумала такую посадку. Приобрела только два, надо еще три. И будет такой полукруг красивый. Голубой верх и такая желтая юбочка. Здесь у меня гортензия Лаймлайт. Большой куст должен вырасти красивый. А за ней вот маленький торчит. Это гибискус Блю Шифон. Махровый синий. Здесь сзади Барбарис Оттавский Суберба. Должен такой у меня закрыть. Вот здесь хозпостройку. Такой вишневый, красивый, большой кустарник. Спринг-панк. Можжевельник. Книфофия малышка еще. И вот два молодых у меня. Здесь кипарисовика. Стардеста. Вот они два. Тоже такой будет угол зеленый. Сюда посадила японский бересклет. Так, на этом видео свое заканчиваю. Ждем весны. Спасибо вам за просмотры. Будем делиться опытом выращивать сад. Всем до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok